Музыка Музыка Аллилуйя, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо за Твое имя! Спасибо, что в Твоем имени есть сила и жизнь! Твое имя – Ешура, Господь Спаситель! Когда мы призываем имя Твое, мы призываем Тебя как Спасителя! Спасибо, что в Твоем имени есть сила, жизнь и все, в чем мы нуждаемся! Спасибо, что Ты явил нам Свою силу! Спасибо, что Ты открыл небеса для нас, и мы живем сегодня под открытыми небесами! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе за завершенную работу на кресте! Спасибо Тебе! Иисус наш Господь и Спаситель! Скажи, Иисус, спасибо Тебе! Ты мой Спаситель! Иисус, Ты мой Спаситель! Мой Бог! Мой Господь! Мой Целитель! Мой Освободитель! Моя надежда и упование! Моя крепость! Ты – все для меня! Спасибо Тебе! Аллилуйя! Амин! Аплодисменты Господу! Поднимаем Его имя, которое превыше всякого имени! Спасибо Вам! Спасибо Прославлению! Спасибо тем, которые смотрят нас и следят за словом! Брат Альберт со своей семьей из Америки приветствует Вас и просил передать Вам приметы! Вы помните Альберта, Миру, Детей? Они приветствуют Вас! Божья благодать и мир доумножится в Вашей жизни! Спасибо тем, кто смотрит нас и помогает нам, чтобы Слово благодати распространялось повсюду! Ты рад сегодня? Амин! Давайте обратимся к Слову Божьему! И мы сегодня будем много смотреть Мест Писания, поэтому будьте внимательны! Чтобы то, что Бог имеет для тебя, ты мог взять сегодня! Пойдем дальше! Слово будет о десятине! И самое важное, это изучить, относится ли это к новозаветным христианам, или это относилось к Ветхому Завету, и это уже прошло! Все это для того, чтобы ты был смел в этих вещах! Давайте посмотрим, что говорит Слово Божие во Второзаконии 28, первые два стиха! Возможно, есть некоторые, которые, увидев название проповеди, вы говорите сразу, «О, опять будут говорить о финансах!» Но уверяю вас, что то, что вы услышите, это изменит ваше мнение и освободит ваш разум. Падут твердыни, и вы войдете еще в одну область совершенной свободы. Бог повелел во Второзаконии 28, 1, 2 и сказал, «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Кому говорит Господь это, и кому было обращено это? Это было обращено к евреям, им были даны конкретные уставы и заповеди, и Господь говорит, «Если ты будешь внимательно слушать и тщательно исполнять все заповеди эти, то Бог твой поставит тебя превыше всех народов». Второй стих, «И придут на тебя все благословения си и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Вы знаете, что в Ветхом Завете было условие, «Исполнишь – придут благословения». Нет, то не придут. Но в Новом Завете во Христе Иисусе мы уже благословлены. Теперь посмотрим, что хотел сказать Господь в этих стихах, и что же за заповеди Он дал, чтобы народ должен был их исполнять. Вот очень известное место Писания, которое мы часто слышали. Посмотрим. Малахия 3, 7-10. «С одни отцов ваших вы отступили от устала Моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам». Говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Кому было обращено это слово? Евреям. Отчего отступили евреи? От всех божьих заповедей. И Бог говорит, обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам. Бог сегодня не говорит нам, обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам. Так Он уже обратил Своё лицо к нам, и через Христа явил милость и благодать к нам. Его лицо уже воссияло на нас во Христе Иисусе. Мы сейчас просто исследуем слово. Восьмой стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете Меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношением. К кому это было обращено? К евреям. Так как заповедь их, что касалось Десятиной и приношения, они обкрадывали. Не написано только относиться к Десятиной, но и приношения. Вы приносите слепое, хромое. И девятый стих говорит, что проклятие, вы проклятые, а не написано, что я проклинаю вас за то, что отвергли Божьи уставы и заповеди. Мы сейчас изучаем Ветхий Завет и хотим увидеть нечто здесь. Ты знаешь, что ты благословлен, ты успешен в нем, и благодать, и мир Божий над тобою. Десятый стих. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваов. Не открою ли для вас отверстие небесное и не залю ли на вас благословение до избытка? В те времена нужно было давать, чтобы окна небесные были открыты, но сейчас Христос своей кровью открыл небеса, и сегодня Божьи благословения изливаются на тебя не за то, что ты делаешь, а за то, что сделал Христос на кресте. Следующий стих одиннадцатый. Я для вас запрещу пожирающих истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваов. Что сделал Господь на кресте? Он поразил пожирающего дьявола и решил его вопрос. Это не мы сделали, это Господь сделал. Это не зависело от нас, это зависело от того, что Господь совершил и закончил на кресте, и вел нас в свободу. Теперь посмотрим. Три вида десятины. Знаете, что в Ветхом Завете был не один вид десятины, но три вида десятины, которые приносили народ? Ты спросишь, что это за три вида? Я знаю только один вид, то, что я приношу десятую часть от моих доходов. Давайте исследуем Слово Божие и посмотрим. Если в Писании отмечено три вида, почему в церквях не говорится об этом, и почему собирают только один вид десятины, и при том не так, как говорит Слово Божье? Сегодня наше понимание от десятины изменится, и мы получим откровение. Твердыни в разуме падут, и придет свобода. Давайте посмотрим Левитам 27 глава, 30-31 стих. И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов, дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Что это? Святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит цене ее пятую долю. Мы никогда не обращали внимания на эти слова. Мы действовали на основании... Мы разве действовали на основании этого слова? Конечно, нет. Почему? Потому что это было указание в Ветхом Завете. Слово говорит, что это святыня Господня. Пожалуйста, запомните это выражение. Пойдем дальше и посмотрим. Первый вид десятины, который приносили евреи. Что это за вид и как он выглядел? Числа 18, 20 по 26 стих. А сынам Левия вот я дал десятину вуден из всего, что у Израиля, за службы, за то, что они отправляют службу в скини собрания. Кому давали этот вид десятины? Сынам Левия за то, что они отправляют службу в скини собрания. Кому принадлежал этот вид десятины? Сынам Левия. Народ приносил десятину из семян земли, из плодов, деревьев и колена Левия, которое было одним из двенадцати колен. Они брали эту десятину, так как у них не было удела в земле. И они не сеяли, не жали, а ели из того, что приносили остальные одиннадцать колен в храм. 22 стих. И сыны Израилевы не должны прийти, приступать к скини собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Теперь уже никто не имел права приступать к скини собрания, и чтобы не понести греха и не умереть. Бог отделил это колено, чтобы они и служили, и несли на себе грех их, и чтобы народ был свободен. 23 стих. Пусть левиты исправляют службу скини собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный, в роды ваши среди же сынов израилевых. Они не получат удела. Вы знаете, что когда с Иисусом Навином они завоевали всю ту землю, то каждая колена получила удел. Но левиты не получили удела. А от чего питалась колена левия? От десятины семян земли, плодов, деревья, приносимых остальными одинностью коленами, так как колено левия должно было служить скини собрания. И в ответ на их служение они что получали? Десятину и этим питались. Что представляла из себя эта десятина? Десятая часть из всего, что они сеяли и жали, и от урожая плодов деревьев. Это не было в виде денег, а в виде пищи. 24 стих. Так как десятину сынов израилевых, которому они приносят возношение к Господу, я отдаю левитам в удел. «Потому и сказал я им, между сынами израилевыми они не получат удела». Что за наследство или удел дал Господь сынам левия? Давайте, вы сами говорите. Одиннадцать колен Израиля имели земли, уделы, где они могли сеять и собирать урожай. Что за наследство удел досталось левию? Десятину, которую они приносят возношение к Господу, я отдаю левитам в удел. «Потому и сказал им, между сынами израилевыми они не получат удела». Значит, уделом левия была десятина от народа. 25. «И сказал Господь к Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то это было их уделом, то возносите из нее возношение к Господу». То есть десятину из десятины. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже. «Ивменено будет это возношение вам, как хлеб от гумна и как взятое источило». То есть, когда принесешь десятину, и только после этого оставшееся ты можешь спокойно есть. 28. «Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилю и будете давать из них возношение Господне. Кому? Агарону, священнику». Значит, левий, который брал десятину от народа, от одиннадцати колен, десятину от десятины, левий должен был отдавать кому? Агарону, священнику. Агарон и его семья питались от чьей десятины? От десятины той десятины, которую левий брал от народа, и этим питались священники, то есть Агарон, его семья. Амин. Вот это один вид десятины. Далее, пойдем дальше. И посмотрим на второй вид. Второзаконие 14, 22 по 27. «Отделяй десятину от всех произведений семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь перед Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтоб пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Что делали с этой десятиной? Слушайте. С десятиной хлеба твоего и первенцев крупного и мелкого скота твоего что делать? Есть, есть. Кто будет это все есть? Говорится, ты ешь перед Господом Богом твоим эту десятину на том месте, где Бог изберет, чтобы в этом месте тебе принести десятину и есть. Слушайте, вы видите, что это совсем другой вид десятины, а мы избрали только один вид десятины, и так требовались людей, чтобы они приносили десятую часть своих финансов в церковь. Но все эти вещи, мы увидим, что они были ветхозаветные, и сегодня период Нового Завета для церкви христиан это не работает. Далее. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя, то место, которое изберет Бог Господь твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя. Значит, если твой путь далек, и ты не можешь нести все это, твое добро туда, чтобы с твоей семьей есть и радоваться, тогда поступи вот так. Двадцать пятый. То променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, не написано, и принеси деньги твои левиту. Но что надо было сделать? «И покупай на серебро сие всего, что пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера, и всего, что потребует от тебя душа твоя. И ешь там перед Господом Богом твоим, и веселись ты, и семейство твое». Наверное, первые, да, обнаружили это местописание. Слушайте, это второй вид десятины. «Возьми десятину от всех прибытков твоих, и если путь далек, и тебе трудно нести все это, то променяй это на серебро. Приходи на место, определенное Богом, куда определено купить на это серебро, волов, овец, еду, питье, и ешь со своей семьей, веселись, и вспоминай Господа Бога твоего, что это Он благословил тебя всем этим добром». Это ветхозаветное, а мы в Новом Завете. Пойдем дальше. 27-й. «И левита, который жилища твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобой». То есть, когда ты будешь есть пищу с семьей твоей, то отдай, или отдели часть левиту тоже. Пусть он будет питаться с твоего стола. А теперь посмотрим на третий вид десятины. То, что было заповедано народу. А мы взяли всего лишь один вид, и в виде финансов требовали, чтобы народ приносил церковь. В нашей церкви мы раньше приносили десятины, но не требовали от людей этого. Но сейчас эта часть служения подлежит изменению, и я смело буду говорить об этом. Таразаконие 14, 28, 29. «По происшествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих тот год и клади сие в жилищах твоих». Значит, был еще один вид десятины. «Три года раз. Отдели все десятины и положи их в жилищах твоих. И что с ним делать? Пусть придет левит, ибо ему нет части дела с тобой. Пришелец, сирота, вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословлял тебя Господь Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Итак, это какой вид десятины? Третий. И кто будет это есть? Левит, пришелец, сирота, вдова, те, у которых нет всего этого. Зовут их и угощают, чтобы Господь Бог твой благословлял тебя во всех делах рук твоих. Вы видите, в Ветхом Завете, делай, чтобы был благословлен, делай, чтобы был благословлен, но в новом это не так. Амин. Ты что-то получаешь? Пойдем дальше. Я не толкую, слово само толкует себя. Посмотрим евреям, седьмая глава, пятый стих. Вы скажете, хорошо, это было в Ветхом Завете, а теперь что делать? Получающие священство и сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Аврамовых. Значит, на основании чего левиты могли брать десятину от братьев своих из одиннадцати колен? На основании закона. Двенадцатый. Потому что с переменную священства необходимо быть и перемене закона. Первый священник изменился? Кто наш первый священник? Христос. Если первый священник изменился, то должны быть изменится еще что-то? Конечно, закон. Чем была десятина? С законом. На основании закона народ приносил десятину левитам. А теперь с изменения первого священника что должно было измениться? Закон. Евреям 8.13. Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающий и стареющий близко к уничтожению. Римлянам 10.4. Потому что конец закона Христос к оправданию всякого верующего. Что случилось с законом? Закон закончился. Так как первый священник изменился, и все законы изменились. И приношение десятины на основании закона тоже должно было измениться. Но можно сказать, да, но ведь Авраам еще, когда не было закона, принес десятину. Давайте обратимся к этому вопросу. Евреям 7 глава, с 1 по 8 стих. Значит, мы уже поняли, что десятина, которая вошла через закон, закончилась Христом, ибо он стал концом закона. Остается еще один вопрос. Что же дело с тем, что Авраам еще до закона дал Мелхиседеку десятину, и это говорится евреям 7 главе, с 1 по 8 стих. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Из чего Авраам дал Мелхиседеку десятину? Что написано? Из всего. Вы знаете, что это из всего? Это из добычи. Слушайте, он не дал десятину из своих лошадей, ослов, из своей собственности. Он дал из добычи своей. Вы скажете, откуда эта добыча? Давайте посмотрим. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину, из чего? Лучших добыч своих. Да он просто пошел спасать сына своего брата и захватил добычу. Это не его собственность, а захваченная добыча. Из чего он и дал десятину? Из чего? Из добычи. Это не была его собственность, но прибыль, знаете, ну, так, как бы сбоку припеку. Бог дал успех в сражении, и он придачу еще захватил добычу. И вот из этой добычи Авраам дал десятину кому? Мелхиседеку. Кто был Мелхиседек? Первосвященник. Мы уже говорили об этом. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать десятину по закону с народа, то есть со своих братьев. Хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Слушайте, Авраам дал десятину Мелхиседеку. И колено Леви, которое было тоже из чресла Авраама, имело заповедь на основании закона брать десятину с братьев своих. Значит, то, что сделал Авраам, чем это было? Это был пророческий поступок, открывающий, что из чресла Авраама явится народ, 11 колен, которые будут давать десятину другому колену, 12-му, Левитам, а которые, в свою очередь, будут давать десятину священникам и первым священникам из этого же колена. Это было пророческое действие со стороны Авраама, 6 стих. Но сей, не происходящий от рода, их получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Из написанного видно, что Мелхиседек взял десятину от Авраама, затем благословил его. Так видно, да? Правда? А теперь давайте посмотрим в Ветхом Завете и увидим, каков порядок. Значит, перед этим еще раз прочитаем 7-й и 8-й стих. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющиеся о себе свидетельство, что он живет. В 8-м, что это значит? И здесь в храме. Павел кому пишет? Евреям. Послание кому обращено? К евреям. Павел говорит евреям. Здесь в храме люди берут десятины, но там имеющие о себе свидетельство, что он живет. О ком он говорит? О Мелхиседеке, кто является прообразом Христа, который взял и десятину. Теперь 9-й стих. И так сказать, сам Левий, принимающий десятину, в лице Авраама дал десятину. Это пророчески, что после того, что делал Авраам, Левий, который возьмет десятину с народа, сам даст десятину кому? А Арону его семье. И 10-й стих. Ибо он был еще в чрезвых отца, когда Мелхиседек встретил его. Далее посмотрим это событие в Бытие в 14-й главе. Как это было на самом деле? Когда он возвращался после поражения Кидар-Лаумера и царей бывших с ним, царь Содомский, вышел ему навстречу долине Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Солимский, вышел, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Хлеб и вино. Это вам о чем-то говорит? Он вынес хлеб и вино навстречу Аврааму. И что Авраам сделал? Нет, а что он сделал? И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Итак, номер один, что он сделал? Мелхиседек благословил. Номер два, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих, руки твои. Авраам дал десятую часть из всего. Что сделал в начале Мелхиседек? Принял десятину, затем благословил, или благословил, затем принял десятину? Да нет, в начале благословил. Значит, благословения Авраама зависели от даяния его десятины? Нет, вы скажите сами. Написано ведь, сначала был благословлен, затем Авраам дал десятину, а мы учим, когда Авраам дал десятину, то он был благословлен и разбогател. Поэтому, чтобы ты был преуспевающим, давай, во-первых, десятину свою, затем свои приношения Богу. Посмотрим далее в Бытие, 13 главу, со 2 стиха, а эта глава, конечно, идет перед 14. Знаете, что Бог сказал Аврааму в 12 главе? «Благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу тебя». А 13.2 говорит, и был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. До истории, где он встречается с Мелхисетеком, Авраам уже был богат. Почему? Потому что, кто ему сказал, «Благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу тебя»? Бог. Было ли это связано с его даянием? Слушайте, это было пророческое действие, которое произошло между этими двумя. Мы увидим в Слове Божьем, что это десятина, это не что, а кто. Итак, пункт. Авраам был очень богат еще до десятины. Было ли это так? Да. Бог не потребовал, чтобы Авраам дал десятину, но чтобы принес жертву и обрезание. Говорил ли Бог, чтобы он принес десятину? Нет. Но требовал ли Бог жертву и обрезание от Авраама? Да. Приносим ли мы жертву Богу и делаем ли мы обрезание? Нет. Тогда, если мы требуем, чтобы люди приносили десятины, так почему же не требовать, чтобы они приносили жертву и обрезание? Этого не было заповедью Бога, но просто желание с самого сердца Авраама. Слове мы встречаем лишь только один раз, что Авраам дал десятину, при том, из добычи. Вы не встретите более нигде, чтобы Авраам дал десятину. Более нигде об этом не говорится. Следующий пункт. Авраам дал десятину кому? Мелхиседеку. Мы сегодня не мелхиседеки, чтобы принимать десятины. Мы не мелхиседеки. А кто мы? Мы все священники и цари, но не первосвященники. Другой пункт. Яков обещал Богу десятину, и это было его желание. Бог не требовал у него ничего подобного. Когда он уснул, положил голову на камень и увидел сон, то, проснувшись, сказал, из всего, что ты даруешь мне, Боже, я дам тебе десятую часть. Это не Божье повеление, а желание его сердца. Ты можешь сказать, Господь, все, что ты дашь мне, я дам тебе двадцать пятую часть. Это твой обет. Ты сам это решаешь. В древнем мире это было такое, что своим царям и богам они давали даяние дары в размере десятой части своего имущества. То есть, то, что сделал Авраам, это не было новостью в те времена. Следующий пункт. Священники не приносили десятины, а ты священник в нем. Давал ли Аарон и его семья десятину? Нет. Он брал десятину из десятины левитов и ели он и его семья. Кто ты сегодня во Христе? Священник и царь. Ты скажешь, что ты говоришь, что нам уже десятину не давать? Слушайте, вы можете давать даяние, да и при том размер даяния ты определяешь сам. Это может быть даже больше, чем десятая часть. Мы не говорим так, что как бы вы подумали, а, десятина это закон, а теперь люди подумают, ура, мне не нужно больше никакой десятины давать и вообще ничего. нет, но это же похоже на то, что когда я вам говорю, что ваши грехи прощены, а вы говорите, ура, я пойду, буду грешить. Или же, когда я говорю вам, что Бог не смотрит на ваши мысли, плохие, отрицательные, а смотрит на мысли Христа в тебе, а ты скажешь, ура, я теперь все, а что хочу, а то и буду думать. Да нет же, благодать так не работает, когда подобные твердыни, подобное бремя упадет в твоем разуме, придет свобода, и ты уже имея прибыль, сразу же в разуме не будешь вычислять десятую часть, а из твоего сердца, из-за твоего живого общения с Богом, ты дашь, исходя из внутреннего желания, дашь даяние Господу от всего сердца. В следующее воскресенье я буду говорить о библейском даянии. Знаете, возможно, еще некоторое время ты будешь автоматически вычислять десятину своего дохода, но все равно ты научишься обращаться к духу, к своему сердцу, чтобы знать, что выделить Господу. Амин. Чтобы нам освободиться и от этого бремени, и от этих ус. Вы скажете, вы те, которые слушаете меня, скажете, что это неправильно, так куча люди пойдут и не знают, что будут делать. Слушайте, ну если с точки зрения человеческой, я скажу, что проповедую об этом учении, это как бы вредит церкви, но я так не думаю. Когда я об этом проповедую, это будет благословением для каждого. Посмотрим на следующее. Иисус не брал с учеников десятину и не требовал им давать. До шестого века в церкви десятины не собирались, а только даяние. Затем десятина была утверждена со стороны государства. Итак, это не было утверждено в церквях, это затем пошло в церковь. Давайте пойдем дальше. Евреям 9 глава 3-й, 4-й стих говорит, за вторую же завистью была скиния, называемая святое святырь. Помните, там Павел описывает, что было за завистью, святилище, находило святое святых. 4-й стих. Имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. Где были? Золотой сосуд с манной, жезла аарона в рассветши и скрижали завета. Сколько вещей было в ковчеге? Золотой сосуд с манной, две скрижали здесь у заповедей и жезла аарона в рассветши. Давайте теперь посмотрим в исходе 16-32. Это когда Господь повелел положить ковчег нечто. И сказал Моисей, вот что повелел Господь. Наполните манную гомор для хранения в роды ваши, чтобы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. Когда с неба сошла манна и они ели, то Господь повелел Моисею, чтобы наполнили манную гомор золотой сосуд и положили в ковчег для напоминания, что Бог питал вас хлебом с небес. Теперь я хочу спросить вас. Прообразом чего являлась манна с небес? Христа. Иисус говорит, Отец дает вам хлеб, который будете есть и не умрете. Знаете, что когда манна сошла с небес, евреи, увидев ее, сказали, что это? Знаете, как это звучит по-еврейски? Мангу? Манна. Что это? А теперь мы говорим, кто это? Христос. Прообразом чего была манна? Христа. Значит, хлеб, который дал Отец, который они ели и не умерли, кто был? Христос. Сколько манны должны были взять золотой сосуд? Один гомер. Омер или гомер означает одна десятая часть эфы или десятая, десятина эфы. Один омер манны прообразом кого являлся? Христа. Десятина – это не что, а кто. Амэн. Одна десятая манны была положена в ковчег золотой сосуд. Золото – прообраз божественности Христа, шедшего с небес. И в нем в сосуде была манна Христос. Слово говорит, я дам вам хлеб с небес. Смотрите, какое чудо произошло. Третье царство, восьмая глава, девятый сих. Когда Соломон закончил храм, он повелел принести ковчег Завета, чтобы поставить его в храме. Вот об этой истории я буду говорить. Ковчеги ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевы по изшествия их из земли египетской. Сколько вещей было в ковчеге? Три. А куда пропали? Манны в золотом сосуде и рассветший жезл. Соломон принес ковчег Завета в храм и написано, что в нем ничего не было, кроме двух каменных скрижалей. Исчезли Манна и рассветший жезл. Мы потом вернемся к рассветшему жезлу, куда он исчез, а теперь посмотрим, куда исчезла Манна. Откровение 2.17. Побеждающему дам вкушать сокровенную Манну. Кто сокрыл эту Манну и кто эта Манна? Христос. Когда Христос пришел в храм, где был ковчег Завета и в нем были две камни скрижали, то рассветший жезл и живая Манна вошел в храм и своим живым присутствием наполнил этот храм. Амэн. Теперь посмотрим числа 18.24. И в законе я покажу, кто был десятилю. 24. Так как десятилю сынов Израилевых, которую они приносят возношение Господу, я даю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. Значит, левит не имел удела среди сынов Израилевых. Вы помните об этом. числа 18.20. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела и части тебе не будет между ними. Я специально не закончил стих, так как следующая часть стиха это откровение для вас. И сказал Господь Аарону, кому? Аарону, в земле их не будешь иметь удела и части тебе не будет между ними. Что за удел дал Бог Аарону и левитам? Десятину от народа левитов, а десятину из десятины левитов Аарону, первосвященнику и его семье. Помните? Десятина из десятины левитов принадлежала Аарону и священникам, а десятина народа левитам. Левиты отделяли десятину из своей десятины и давали первосвященнику Аарону, чтобы он с семьей ел. Помните это? Это один из видов даяния десятины. Пойдем дальше. Левитам 27.30-31. семян земли, и из плодов земли принадлежит Господу. Это святыня Господня. Чем являлся десятина святыни? Числа 18-20. И сказал Господь Аарону, земле их не будешь иметь удела, и части тебе не будет между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. Амин. Выше говорил, что твоим уделом является десятина левитов. А здесь говорится, что является твоим уделом? Я сам твоя десятина. То есть, твой удел. А что являлось частью Аарона? Десятина из десятини. Десятина была чем? Святыней. Значит, десятина из десятини чем будет? Святыня от святыни. Я твоя святыня от святыни. Десятина от десятины. Я твой удел. А продолжение среди сынов Израилевых. А затем говорится, что эта часть десятина из десятины. Далее, число 18, 26, 32. Вы что-то получаете? Объяви левитам и скажи, когда вы будете брать от сынов Израилю десятину, которую я дал вам от них в удел, видите, выше говорилось, я ваш удел, то возносите из него возношение к Господу десятину из десятины. Что значит возносить Господу десятину из десятины? Посмотрим в слове. 27 стих. И вменено будет вам это. Объясняет. Возношение ваше, как хлеб с гумна, и как взятое отточило. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израиля, и будете давать из них возношение Господне Агарону священнику. То есть десятина из десятины это было возношение приношения Господне, которое давали кому? Агарону священнику. И кто стал вознесенным приношением перед Господом за нас? Иисус Христос. И сказано, давать это вознесенное приношение Агарону и его семье. чтобы они питались от десятины из десятины. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. Какую часть возносите? Освященную, святую. Скажите святую. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое сгумно и получаемое отточило. Когда левит отделит и даст десятину из десятины, то только тогда он имел право и взятую десятину, которую взял от народа, так как святая часть уже была взята от среды. что сказано во второзаконии 26 13 стиха. Тогда скажи перед Господом Богом твоим я отобрала дома моего святыню, отдал ее левиту пришельцу сиротею, давей, я не ел от нее печали моей и не одел ее нечистоте и не давал ее надел мертвой и так далее. Я отдал тебе презри от святого жилища твоего и благослови. Помните ветхий завет я сделал а теперь благослови. Новый завет это сделано поэтому мы и благословлены. 31 стих вы можете есть это во всяком месте вы и семейство ваше ибо это ваше вам плата за работы ваше в скине собрания. То есть десятина вам плата десятина от десятины была плата Аарона. И не понесетесь за это греха когда принесете лучшее из сего и посвящаемость нам Израилю не оскверните не умрете когда принесете несите самое лучшее скажите самое лучшее ты начинаешь получать откровение видите Давид что говорит в Псалме 15 Псалом 5 Господь есть часть наследия моего и чаши моей видите выше было написано я твое наследие и твой удел а здесь говорится Господь есть часть наследия моего и чаши моей Псалом 113 57 удел мой Господи сказал я соблюдать слова твои Господь наш удел и Господь говорит я твое наследие твой удел кто твое наследие кто твой удел Христос Далее 1 Коринфянам 1.30 от него и вы во Христе Иисусе который стал для вас от Бога премудростью праведностью освящением и искуплением аминь знаете что за интересная вещь произошла между Мелхиседеком и Авраам Авраам дал десятину кому Мелхиседеку кто был десятиной Христос прообразом кого Библия является Авраам отца кого дал он святого а Мелхиседек есть кто прообраз Христа который являлся представителем человечества и что вот человечество приняло десятину Христа и Христос как наш представитель какую цену заплатил какое благословение дал свое тело и кровь Иоанна 3 16 написано ибо так возлюбил Бог этот мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную Бог дал своего святого своего единородного Бог дал самое драгоценное своего сына а теперь помните во второзаконе что говорится святое я вынес из дома моего ни на что другое не дал Бог говорит святое я вынес из дома моего и отдал тебе святое кто этот святой это десятина меров о мер наполненная в золотой сосуд это Христос поэтому я вполне уверен что церковь абсолютно свободна от десятины мы сейчас свободны от этого и когда мы видим это то мы в радости в ликовании поклонением хотим давать Господу свои даяния и я знаю что те которые имеют откровение что десятина это ветхозавет а не новозаветная они стали давать не меньше а их даяние увеличилось так как твердыни ограничения разрушились в их разуме и они начали в своем даянии быть более щедрыми шкала моего даяния я сам свидетельствую увеличилась я работаю и когда получаю прибыль мой разум как бы сразу хочет вычислить десятину но я смотрю на мое желание сердца чтобы с радостью давать Господу и когда я оборачиваюсь назад то я вижу что то что я сейчас даю это больше чем десятина я говорю об этом не потому что я против этого против даяния а чтобы люди не давали нет я не против этого но чтобы разрушились твердыни это ветхозаветное бремя с разума людей и чтобы они вошли в свободу и благословение которое Бог приготовил каждому ты рад потому что Бог так возлюбил этот мир что отдал своего единородного сына своего святого своего десятину свою десятину из десятины своего лучшего драгоценного вынес и дома своего и отдал нам Иисус оставил небо пришел к нам умер за нас взяв наши грехи пошел в ад был возгрешен по причине нашей праведности дал жизнь и жизнь вечную амин благодать и мир на тех кто слушает нас пусть свобода радость придет вашу жизнь если вы не имеете Христа в вашем сердце тогда скажите господь я верю что Иисус твой сын который заплатил цену за мои грехи чтобы я был свободен принимаю Христа как господа амин будьте благословлены спасибо всем тем кто своими даяниями содействует тому чтобы Евангелие благодати распространялось повсюду да умножится ваше даяние ваш посев во имя Иисуса помазанника Аллилуйя